Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как соблюдаются условия трудоработников в жару? Почему в летнее время увеличивается количество несчастных случаев на производстве? Об этом будем говорить сегодня в нашей студии главный государственный инспектор Государственной инспекции труда в Самарской области Ирина Картунчикова. Мы в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы по телефону 202-11-22. Мы вас услышим. Здравствуйте, Ирина Львовна. Добрый вечер. Давайте начнем с итогов. Вот уже прошло полгода. Что вы можете сказать по статистике? Вообще, как я сказала уже, что травматизм, количество увеличивается производственное или нет? Ну, к сожалению. Вот если мы будем сравнивать за этот же период полугодовой с прошлым годом, у нас увеличились групповые несчастные случаи. Если за прошлый период их было 3, то вот уже за эти полугодия 10 несчастных случаев, групповых из них 9 со смертельным исходом. В прошлом году по сравнению с этим же периодом было 3. Тяжелых несчастных случаев 46 за аналогичный период прошлого года 50. Тут немножечко снижение есть, но небольшое. И со смертельным исходом у нас увеличилась статистика. В прошлом году было 7 несчастных случаев со смертельным исходом. В этом полугодии уже 14 несчастных случаев со смертельным исходом. Надо сказать, несчастные случаи, не связанные с производством смертельным, мы тоже ведем статистику. Вот в 15-м году таких несчастных случаев было зарегистрировано 50 за полугода, а в этом году, значит, 38. Тут небольшое снижение, конечно, есть, но цифра тоже большая. То есть смерть не связанная, несчастные случаи не связаны с производством, смертельные случаи. Тут мы тоже поговорим сегодня немножечко и на эту тему пошире. Вот вы сказали, групповые случаи. Что это значит? Что страдает сразу несколько человек? Несколько человек. А как так получается? Ну, результат ДТП может быть такое. Ну, много всяких ситуаций, но, конечно, вот дорожно-транспортные происшествия, всякие аварийные ситуации возможны, чтобы страдать несколько человек. Вот если проанализировать всю вот эту статистику, то что вы можете сказать? Какие основные виды несчастных случаев бывают? И, наверное, они вот из года в год все-таки традиционные, да? Да, да. Виды, конечно... В основном, каждый вот четвертый страдает в результате падения с высоты. Такая вот статистика есть. И сразу сфера это строительство, да? ЖКХ, стройка. Да, да, у нас сфера строительства, автотранспорт и как бы вот эти сферы самые травмоопасные. Каждый пятый получает травму или погибает в результате транспортного происшествия. Строительство остается самым травмоопасным. 9 человек, 40% погибших от общего числа. Обрабатывающий производство и транспорт. Из числа погибших в 2016 году 17 человек, это 74% работали именно в этих отраслях. То есть 74% в этих отраслях. Ну, не все случаи, я знаю, квалифицируются вот на производстве как несчастные, да? Вот как разобраться в этом? Потому что вот шел на работу, подвернул ногу буквально прям вот при входе, допустим, в свой кабинет, да? Или еще какие-то? Нет, вот как раз этот будет несчастный случай на производстве. Да, в производстве, да. Действительно, в соответствии с статьей 229 Прим. 2 Трудового кодекса, могут квалифицироваться несчастные случаи как несвязанные с производством. Если смерть наступила вследствие общего заболевания или самоубийство, если это подтверждено документами следственных органов, медицинской организацией, либо судом. Смерть или повреждение здоровья, если единственной причиной было алкогольное, наркотическое опьянение, либо какое-то другое токсическое отравление. И несчастные случаи, пришедшие при совершении пострадавшим действия и бездействия противоправного характера. То есть это тоже должно быть доказано. Но я хочу сказать, что тут вот мы говорим о том, что могут быть, можно не связать. Но все чаще и чаще у нас получается так, что вроде человек пришел на работу, там сердечный приступ у него, он умирает. И когда начинает расследовать комиссия, данный несчастный случай устанавливается, например, что работнику не был проведен предварительный медицинский осмотр или периодический, или был проведен с нарушениями, или там не по всем вредным факторам воздействия, на которого в течение рабочего времени на него воздействует право работодателя медиаосмотр. Поэтому не установили, мог ли он вообще выполнять в этих условиях свою трудовую функцию. Или, ну, какие еще? Сейчас я немножечко... Ну, как бы, такие вот, серьезные, да, или не провели обучение. Может, кто-то подраться вообще, вот, и получил какие-то там вот увечья, да, но вот прямо в кабинете разругались, или где-то там вот он при выполнении каких-то работ. Ну, это смотря кому как, да, да, да. Если его избили, это один случай. Если он совершил нападение, противоправные деяния, это уже другое. Это, конечно, не будет. Просто каждый раз проводится расследование, и сразу такой вот вопрос логичный. А если работодатель отказывается, как вот, и не хочет проводить расследование, и вот что делать, вот если с тобой произошло несчастье на работе, вот какие первые действия работника? Идти к работодателю, идти в инспекцию, обращаться к медикам, фиксировать это, или уже в милицию, полицию сейчас уже. Вот как? Как действовать? Потому что стрессовая ситуация, да? В любом случае расследовать несчастный случай – это обязанность работодателя. А вот если он уклоняет? Вот. Хочет все это... Скрыть. Да. Да, совершенно верно. Если он хочет скрыть, вы имеете право к нам обратиться в инспекцию. Срока давности у несчастных случаев нет. Ну, конечно, мы говорили и в прошлых эфирах, что чем быстрее обратишься в инспекцию, тем больше шансов найти и очевидцев несчастного случая, опросить, зафиксировать место происшествия. То есть более объективно расследовать данный несчастный случай, да? Или чем когда вот там 70-х годов приходят, вот со мной когда-то. Там уже даже и очевидцы-то иногда и подчас живых-то нет. И отправляем в суд, чтобы они могли доказать, если есть у них какие-то иные свидетели. Вот такие ситуации бывают. Бывает так, что при расследовании несчастного случая очевидцы не могут, наоборот, говорят, что, например, вот у меня сейчас такой несчастный случай был, значит, травму получил проводник на станции Сызрани, как он говорит, вот, и, значит, очевидцы, с кем он работал, они говорят нет. Он пришел уже к нам, травмированный. Да, просто хочет на этом подзаработать, да? Ну, не знаю, как, не знаю. Можно предположить. Можно, но можно, как он показывал, можно и так действительно получить и травму, ну, при нарушении инструкции по охране труда. Но это уже вопрос такой, его можно и вменить просто вину работнику, не больше 25%, но связать несчастный случай. Но есть очевидцы, которые говорят, что он пришел травмированный на работу. Поэтому не подтвердить, не опровергнуть, не представлять возможности вот эти вот противоречивые сведения от пострадавшего и от очевидцев. Поэтому сейчас вот по данному несчастному случаю, значит, у нас заседание подало исковое заявление работник, проводник в Октябрьский районный суд. Вот сейчас отложили заседание до августа месяца, чтобы вызовали очевидцев и уже как бы вот в рамках судана. А ведь можно же в этой ситуации, может быть, и такой случай, что вот эти работники, которые утверждают, что он пришел травмированный на работу, вступить в сговор со своим руководством, которые попросят просто сказать, что это было так. Конечно, мы можем и это предполагать, потому что работник зависит от работодателя. Ну, что же греха таить? Конечно, может быть. Ну, а закрыть на это глаза мы тоже не имеем права. Это не объективное расследование. Это вот именно с одной стороны. А как долго вот может длиться, вы сказали, что нет срока давности, ну, вот это подача такого заявления на, как бы вот, если претендуешь на то, что ты получил травму. А вот вообще расследования, они долго длятся? От чего это зависит? Зависит от степени тяжести несчастного случая. Ну, вот, во-первых, я хочу сказать, значит, в инспекцию ведь можно не только обратиться, если в отношении вас сокрыли и не стали расследовать ваши несчастные случаи, но даже тогда, когда вы не согласны с выведами комиссии. А, даже так? Да, даже так. Например, комиссия посчитала комиссией работодателя, ну, даже и, может быть, по несчастному, со смертельным исходом, групповым и тяжелым, когда комиссия, председатель, госинспектором является. Не согласен с выведом комиссии, например, не связали с производством, да? Или, например, не объективно расследовали и обвинили самого пострадавшего, да? Без учета, там, профсоюзных лидеров или иного выборного трудового коллектива представителя. То есть с любым вопросом, несогласием, вы можете обратиться к нам в инспекцию, и тогда уже государственный инспектор труда будет проводить дополнительное расследование, как правило, с участием профсоюзных организаций, представителей там. И сейчас мы уже тоже представителей страховщика привлекаем к расследованию данных несчастных случаев. То есть с их участием. Да. Это обязательно. Если легкий несчастный случай, значит, расследуется несчастный случай комиссии работодателя. Расследуется в течение трех дней. Но иногда работодателя лукавит. То есть они прекрасно знают, что получил работник травму. И сидят, значит, ждут, когда он придет с больничного листа, напишет заявление и тогда спокойно расследует в течение месяца. Ну, Трудовой кодекс предусматривает такую ситуацию, но только тогда, когда стало о несчастном случае известно вот именно поздно, когда не было, когда работодатель не знал об этой ситуации. Но вот подчистую подменяют, специально вот себе так продляют. И сроки расследования, ну и, может быть, нежелание тоже расследовать. Да. Да. Вот участие самих работников, конечно, и родственников со смертельными исходами, ведь, получается, и родственники остаются, да, или там какие-то другие люди, которые находятся на ожедевении погибшего, они также имеют право обратиться в инспекцию, если не согласны или сокрыли несчастный случай от расследования с их родственником. Ну, если перейти к специфике вот нашего летнего времени сезона, то вот на протяжении вот какого-то периода было очень жарко. Ну, сейчас какой-то такой небольшой спад был, но сейчас опять вот возобновляется. Скажите, какие-то, есть льготы у работников вот в это время, чем они могут воспользоваться? И работодатель, наверное, должен об этом оповещать тоже, или нет? Или как вот все вот это выстраивается? Вот я немножко, конечно, не готова к этому вопросу, вы немножко меня враспах застали. Но, тем не менее, вот пояснить, как бы, ситуацию можно, конечно. Потому что, во-первых, у нас есть комментарии на сайте, на сайте госинспекции можно открыть, почитать. Вот для работодателя у нас есть рубрика «В помощь работодателю». Обычно мы такую информацию выставляем на сайт. Повторюсь, и по прошлой передаче у нас очень интересная, интересный сайт, и себя можно проверить в области охраны труда, как работодателю, так и работнику. Это и никакого, никаких последствий не будет. Все инкогнито, пожалуйста, отвечайте. И даже в конце вам там выставляются баллы, вы видите, что вы неправильно сделали уже, у работодателя появляется, так сказать, ну, как характеристика того слава богу места, да, где вот, чтобы он мог подготовиться. Ну, а работник тоже получает, как бы, и консультацию, что, потому что там вопрос и ответы правильные. Вот. Значит, Роспотребнадзор. У нас есть такой орган, да, который тоже своими документами, санпинами и своими какими-то регламентами не устанавливает вот именно температурный режим, когда превышает нормы. Вот. Если будет вот такое вот сообщение, что работодатель имеет право сокращать рабочее время, ну, конечно, об этом он должен приказ создавать, оповещать работников, как-то работники должны быть в курсе. Но, опять-таки, 212-я статья трудового Готекса озвучит о том, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, комфортные условия труда, если же мы вот с вами сидим, у нас, например, в студии кондиционер. Правильно? Да. Поэтому вот никто работодателя, ну, как... То есть это получается как личное дело работодателя? Да, не совсем личное, не совсем личное, но так вот получается... Но если вот нарушение, да, или кто-то пострадает от жары, тогда это уже... Так получается, да, вот как раз мы к этому и идём, что вот, в принципе, некоторые несчастные случаи вот и носят организационный характер, который мы можем устранить и сохранить в жизни и здоровье работников. Потому что, конечно, вот если у человека там сердечная недостачность какая-то, да, и он не проходил медосмотр, и он сидит в эту жару на протяжении недели... Да. А и вот тебе, пожалуйста, общее заболевание. А ведь при расследовании мы сейчас обнаружим, что кто-то был нарушен, это, 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 и мы можем связать данный несчастный случай с производством. А сейчас выплаты на минуточку вот с фонд социального страхования по несчастным случаям со смертельным исходом лица, которые находятся на иждивении, до миллиона получают. Мало того, у нас очень большие штрафы сейчас, штрафные санкции. И да, и когда вот обнаруживаются вот эти все нарушения, у нас тоже до миллиона только может доходить штрафов, потому что действительно большие очень штрафы. Штрафуем и юридические лица, и должностные лица, то есть набегает большая сумма. Поэтому, может быть, действительно работодателю лучше подумать, как условия труда улучшить. Проверить себя на вашем сайте, потому что, может быть, не только жарко, но и холодно. Безусловно, безусловно. Сейчас вот такое еще время компьютеров, так скажем, в каждом учреждении, ну, в таком, есть много работников с компьютерами. Вот как узнать какие-то требования особые вот к помещению, где есть компьютеры вот тоже, по охране труда? Как узнать, есть какие-то нарушения? Я понимаю, как организация рабочего места при работе. Да, есть САНПИН, опять-таки, санитарные правила и нормы при работе, гигиенические требования при работе. Вот их же нужно сначала знать, а потом уже обращаться в инспекцию со знанием дела, что нарушены они, допустим, да? Вот с этим как разобраться? Ну, как разобраться? Надо, во-первых, открыть документы, посмотреть. Какие требования предъявляются, что у вас на рабочем месте. Но в данном случае САНПИНы вы можете обращаться, вот если нарушение САНПИНов, Роспотребнадзор. Это тоже их, так сказать, и по метаосмотрам тоже немножко у нас перекликается. Да, да, да. В части у нас перекликается. Если, допустим, работник не проходит метаосмотра, что вот работает шесть лет на одном месте, и при устройстве его не просили проходить, и не требовали даже, чтобы он прошел. И вот он отработал шесть лет, и никто не заикнулся, ни разу не вспомнил. А он чувствует вот ухудшение, допустим, самочувствия и так далее. Вот хотелось бы узнать, как часто должен вообще работник проходить медосмотр, кто это должен организовывать, и есть ли вот такое упущение? Можно чье-то внимание на это обратить, дикторию не сможет повлиять на ситуацию. Да, работодатель обязан организовать за счет собственных средств проведение предварительных и... А, предварительных. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на вредных или опасных условиях труда. Только на вредных и опасных. Если нормально все, то можно и не обращать до этого внимания. Нет, сейчас у нас существует, значит, приказ, он еще в действии, его все пытаются как-то реформировать, что-то там это, но он действующий, 302Н, которым прописаны, во-первых, факторы воздействия, там, химические, физические, на рабочем месте, и приложение 2 по видам выполняемых работ. Так вот, значит, действительно, не каждому работнику полагается проведение метаосмотров. Тут вот, если, например, он управляет транспортным средством вот по приложению номер 2, однозначно, работодателя обязаны обеспечить не только предварительно, периодически, но и предрейсовый медицинский осмотр, в некоторых случаях послерейсовый, если он с опасным грузом, там, ну, очень много всяких подпунктов. И по каждому пункту прописан с какой периодичностью. Значит, раз в год, раз в два года. Каких специалистов должен пройти, какие там лабораторные исследования должны провести. Вот так. То есть работодатель, если у него работник подпадает, он обязан провести и предварительный, на предмет того, насколько его состояние здоровья позволяет выполнять данные виды работы. Или в этих условиях, которые работают датели. Потом есть такие факторы производственной среды в 32-м, где звучит, что по результатам, сейчас уже звучит специальная оценка условий труда, раньше аттестации рабочих мест. То есть если в классе 3 и с подклассами 1, 2, 3, то, значит, полагается. Если в классе 2, допустимый, или 1, то не полагается. То есть это надо конкретно уже смотреть. Еще хотелось бы о профилактике поговорить несчастных случаев. Понимаю, что вы уже как бы с результатами, наверное, больше работаете, когда вот к вам обращаются. Но все-таки вот что вы можете в целях профилактики сказать, чтобы не было уменьшить для работников? То есть вся наша работа, это профилактика. Поэтому у нас надзорный орган. И, конечно, мы контролируемся. Но, опять-таки, при проведении плановых проверок, у нас плановые проверки даже больше как-то консультативного плана получается. Да, но когда выявляем нарушение, конечно, штрафные санкции применяем. А как же, чтобы не обвинили в коррупции, опять-таки, нарушение-то есть? Ну, это шутка уж. Нарушение есть, значит, работодателя должен за это ответить. И выдать предписание, выдаем для приведения в соответствии, значит, выявленные нарушения должны быть устранены. И, опять-таки, не проведение инструктажей, не проведение метаосмотров, не проведение спецоценки условий труда. Это же очень существенные факторы, которые могут влиять и на травматизм. Правильно? Да. То есть не обучили работника безопасным методом. Пожалуйста. Вот я тут могу даже привести в пример. Вот в мае в ООО новая перспектива. При выполнении работ по производству изделий из бетона сорвался плитодержатель. В результате падения железобетонного изделия погибли два человека. Женщина-лаборат в 78-м года. То есть на территории, это вот мы все знаем в июне территории Новокубежской центральной городской больницы. В результате наезде транспортного средства, принадлежащего одному из работников, пострадали две медсестры. Одна из которых вскоре скончалась от полученных травм. Да, да, да. Слышали. Да, да, да. Очень много, значит, у нас, ну, как очень много, есть несчастные случаи, происшедшие в организациях с лицами, выполняющими работу по гражданскоправовому, по договор гражданскоправового характера. Вот в данном случае, когда мы выявляем в ходе расследования, да, что договор подменял трудовые отношения, значит, обращаемся, материалы дела передаются в суд, суд принимает решения для установления характера, для отношения. Да, вот это отдельная тема, потому что, конечно, когда легально и официально устроен работник, это одно, а когда несчастные случаи происходят в каком-то предприятии, где человек даже не оформлен, а работает в каком-то там соглашении, договору, то вот это тоже вот. И таких же очень много людей, вот если вот их действия. На основании решения суда. Также обращаться к нам в инспекцию. И в суд. Получается, что инспекция без суда ничего тут не сможет сделать. Нет, ну нет, инспекция сможет сделать, будет расследовать, материалы может, это как в подспорье, ему обратиться в суд для установления уже отношений трудовых. Ну, как правило, суд устанавливает трудовые отношения, и тогда связываем с производством, и уже дальше обязываем работодателя оформлять акт на основании заключения. Да, конечно, вот несчастный случай, если на производстве, да и вообще это стрессовая ситуация, вот о чем нужно помнить? Вот вы все время говорите, расследование, расследование, значит, нужна доказательная база какая-то. Вот что нужно набирать себе в доказательную базу сразу, может быть, вот как-то вот привлекать, чтобы вот... В первую очередь, конечно, идеально, чтобы были очевидцы несчастных случаев. Ну, не всегда это бывает. Ну, не всегда бывает. Опять-таки, работники обязаны обо всех своих несчастных случаях сообщать своим непосредственным руководителям, сообщать работодателю, что с ним произошло. Вот в начале нашего с вами разговора я вот говорила, например, проводника, да? Да. Ведь он на все пути следования ни разу не сказал, что он травмировался. Где травмировался? А если бы сразу сказал, то совсем бы все было подобное. Конечно, ему бы оказали бы медицинскую помощь, потому что рука, как он говорит, отекала, 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 а ведь его могли в той же Сызрине в больнице. Ну, понимаете, подчистую работник сам себе враг получается. Никому не сказал, здесь промолчал, должностные лица не знают. А вот очевидцы показывают, что он уже пришел травмированный. Очень сложно разобраться в этой ситуации. И проигнорировать мы тоже не можем. То есть мы должны объективно подходить к расстоянию. Ирина Львовна, к нам дозвонились телезрители с вопросом. Пожалуйста, добрый вечер. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. А при устройстве на работу на химическом предприятии города Чпаньска мне сказали пройти медкомиссию, но за свой счет. Это законно? Нет, это незаконно. Я вот уже сказала, статья 212-213 Трудового кодекса предусматривает проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников за счет средств работодателя. Другое дело, может быть, знаете, как иногда строит работодатель ему так удобно. Работник оплачивает медосмотр, а потом приносит квитанцию, и работодатель ему возмещает потраченные деньги. Я не знаю, как предложили вам, но это неправильно. А как же, вот чтобы не портить отношения, спасибо за ваш вопрос, вот чтобы не портить отношения с будущим начальством. Скажут, вот она пришла и сразу с претензией оплатите тут, значит, пройдите. Вот как выйти из этой ситуации? Если начнешь на конфликт, значит, сразу требовать, то как-то посмотрят на нее, скажут, зачем нам такой конфликтный работник? Вот как правильно поступить? Ну, опять-таки, выбор. Выбор. Или вы четко ставите свою позицию, как вот у нас реклама есть, требуете заключения трудового договора. Мне такой работодатель не нужен, да? Да, 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 есть такая реклама. То есть, или сразу ставьте свои требования, чтобы официальное трудоустройство, чтобы все, что в рамках трудового кодекса применялось в соответствии меня, так как и должно быть. Ну, может быть, и стоило обговорить, да, хорошо, я медицинский таз, смотр пройду, вы как мне будете это компенсировать, там что-то, это же все обговаривается. Поэтому так. Но в любом случае, если работодатель вам не оплатит этот, извините, медицинский осмотр, вы можете обратиться к нам в инспекцию, мы проведем проверку и обяжем работодателя своим предписанием. Да. Это компенсировать вам расходы на медосмотр. Ну, вот опять же, не хочется начинать, наверное, вот эту уже работу в новой организации с таких вот ситуаций, когда вот вмешиваете инспекцию. Вы выбираете, тогда выбираете, тогда, ну как, ну проглотите это, в следующий раз что-то другое проглотите, ну а потом, когда... Да. Ну, главное, что устроиться нужно вот по... Необратимый процесс получается. Да, вот действительно, здесь вот... Палка двух концов. Нужно делать... И не знаешь, что лучше. А если вы так травмируете, что вы потом и работодателю не нужно будете, потеряете здоровье на его производстве, И вот еще хотелось бы, у нас не так много времени, вот с какой травмой, вот, о какой травме нужно обязательно сигнализировать? Ну, может быть, вот действительно легкая травма, ну, прищемил палец и не так страшно. Вот как здесь разобраться? Вот, значит, по результатам расследования, если работник получил... Увечки, наверное. Увечки, да, которые послужили хотя бы один день нетрудоспособности больничной он получил, либо с этой травмой по медицинскому заключению его перевели на другую работу, да, то данный несчастный случай должен расследоваться работодателем, расследоваться по форме Н1, понимаете? Поэтому, даже если легкая травма, у нас тоже обратилась в инспекцию работница почтальон, значит, работодатер знал, что с ней произошел несчастный случай, ну, вот, как я вот говорю, ждали, когда принесет больничный лист, женщина принесла больничный лист, написала заявление, и тут ее начали терроризировать. У тебя нет очевидцев, у тебя, ну, естественно, разнося путь, что-то как, вот, не знаешь же где, легкий несчастный случай, подскользнулась, упала, ушиб позвоночника, на больничном прибыла, двое маленьких детей, женщина молодая. Работодатель не обеспечила ее всеми необходимыми средствами защитами, не только спецодеждой, спецобуви, но и противоскользящими средствами индивидуальной защиты. Даже так? Даже так. И при этом, при всем, вот, запугивать работника, что ты не докажешь, что ей вынуждено, она вынуждена была обратиться к нам в инспекцию. При том, при всем, что работодатель создал комиссию и расследовал, просто она боялась, что выводы комиссии будут не в ее пользу. Да. Ну, работодатель связал данный случай с производством и выдал акт по фронту. Да, поэтому нужно вот отстаивать. Какая бы травма ни была, последствия этой травмы всякие могут быть. Да, вот. Вот это вот важное замечание. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали нам о такой вот сфере сложной, с которой нужно очень внимательно относиться. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. До свидания.